В начале марта высота снега на полях местами достигала 95 сантиметров. Но рекордный запас влаги побежден другим рекордом. Алтай встретил засуху, сильнейшую за последние 20 лет. Предвидеть это не могли даже ученые, которые прогнозировали неплохое начало сезона из-за снежного запаса. Оно в первую очередь повлияет на первую половину урожая, которая формируется до фазы кущения и начала выхода в трубку. То есть это до конца июня, ну начало июля. А дальше будет зависеть уже от климатических условий. Условия сложились так, что выгорело 159 тысяч гектаров. Казалось бы, от общей площади посева в крае это чуть больше 3%. Но в степных районах, например в Кулундинском, выжжено почти все. Это потери и в деньгах, и в поголовье скота. Ведь кормовые культуры тоже погибли. Но об этом фермеры не очень хотят говорить. Сено. Нам нужно 2000 тюков. Мы заготовили на сегодняшний день 856. Скорее всего, к Новому году будем добавляться. Скорее всего, под нож где-то четверть стада пойдет. Как нам сказали в КПМ, режим ЧС вводили ради того, чтобы продлить время действия льготных кредитов. Ведь даже при этом условии и при получении обещанных компенсаций многим все равно придется брать новые кредиты. Если они даже все выплатят, но это ни о чем. Даже как если затраты выплатят именно на эти пропавшие, на уничтоженные посевы, но это 7 миллионов. Потратили мы 14. Пусть лишь бы хотя бы выплатили. О выплатах сейчас должны заботиться в федеральном инсельхозе. На прошлой неделе региональный отправил документы в Москву, чтобы там провели оценку полученного аграриями ущерба. В течение 10 дней их рассмотрят. Будет ли помощь финансовая, пока сказать никто не берется. Как говорится, поживем увидим. Андрей Дреер. День с толком.